Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 995. События дня. Ихристиас 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека. Ибо всякое дело Бог приведёт на суд. И всё тайно, и хорошо ли оно, или худо, и объявление. Это название роликов и где посмотреть. Вчера день был очень занят. Ни письма, ничего не стал даже брать. Некогда было. Володя подсказал поставить. Я стоял, у меня мордушка съездил раз. И далее мы к складам решили пробиться. Всё заросло с Володей. А Виталий пасёт. И берут звонок. Овечек потерял. Корову с овечками. Но это не одна, две овечки. Допустим, сто овечек потерял. Ну, что делать? Помолиться надо. Я говорю, ты, Володя, работа, а я поехал. Да, может, помочь надо? Нет, не надо. Я взял бинокль. Доехал в бывший лагерь, где музей теперь. Башня стоит там. Такая самодельная. Вавиланская башня, назовём. И стал рассматривать, где он есть. Меня интересовали тут два-три вопроса. В первую очередь, где он находится? В каком месте потерял? И как давно потерял? Это интересно. Это дни, два дня почти. Я разные наказы давал Виталию. Подготавливал, как бы, о том. Виталий, смотри за всем внимательно. Если потеряется, где искать? Рассказал примеры, когда бывало, терялась. Ночью коровы ушли. Смотреть надо. Если ветер, дождя нету. Скотина идёт на ветер, чтобы морду не обдувала от насекомых. Если дождь, она поворачивается задом к дождю. Голову сохраняет. Вот тут надо сразу иметь это в виду. Вот я бинокль рассматриваю. А он угнал далёко на Клеверное поле. Об этом говорили. Оно называется Клеверное. А там не Клеверное, а Спарцет. Дальше. Гляжу, гонит их суворовским маршем. Как я говорю, быстро. Коров гонит. Значит, он где потерял? По логу шёл. Понятно. В логу, значит, он оставил их. Не оборачивался. Но у него это есть. Обернуться лишний раз, это тяжело уже. Вчера тоже. Один телёнок остался, второй, третий. Он не оборачивается. Идёт дальше. А телята остаются по полю рассыпанные. И уходят они брошенные. Как это так? А ты же пастух. Ну, такая беспечность. У Никиты не было этого. Никита, смотри, у него замещания не было. А здесь рядом надо стоять, как ребёнок. Он гонит коров. А впереди поле, засеянное горохом. Думаю, упрётся сейчас. И по полю попрут корову там. А в шалуши от ногами-то. Нет, маленькая корова за логом идут. Вот, возле лога. А он глядит. А я в бинокль наблюдаю. Думаю, сейчас он найдёт. И правда, выгоняет овечек из лога. Я внимательно посмотрел. Издалека не пересчитаешь. Они друг от друга-то не отходят. Кучно так. Ну, он перегнал лог. И сюда, где костёр у нас поближе. Я тогда поехал на велосипеде к нему. И стал разъяснять. Виталий, у тебя телефон не работал. Я тебе сказал, сделай, заряди. Что таскаешь-то? Для чего только подглядывать? Там в интернете что? Ну, телефон, беда какая случится. Да чего там будет? Потеряется. Или кто-то там, или что-то. Телефон должен быть. Ты не звони. Ну, в крайнем случае. И тут он всё-таки зарядил его. И как раз сгодилось. Вот я ему потом всё начал выговаривать. Вот смотри, Виталий, ещё ничего не было. Я тебе два дня подряд подготовку вёл к этому. Похоже, да? Похоже это, да? Ну, как будто на картинке всё это было. Я тебе расскажу, как ты гнал, как отстали они, как ты увидел их. Так было? Так. Вот, потому что я к тебе даже не подъезжал. На башне было. А уже картина вся. Даже спрашивать тебя не о чем. А эти два дня я тебе вёл подготовку к этому событию. А вот сейчас тут дичмень. Иди к нему вплотную, корову пошли. Не гони их. Они идут потихоньку, медленно. А там самая трава зелёная. А ты, ну, на полметра их подпускай, а дальше не надо, чтобы они не зашли. Вещь, мень-то. Пошёл, остановился на 50 метров. Я говорю, на полметра 50 сантиметров, чтобы подходили. Рядом зелёная трава. Кричу издалека. Ой-ой-ой. Городской человек. Это вообще. Это же доходное место. Во-первых, ты свободен, не пыльно. Бегать надо, да. Наш отец, Тихон Дмитриевич, 40 лет пасту был. Он без этого жить природное. Ну, Ленька-то, ну, не хочешь пасти, нет. Ну, ещё на это я могу сказать. Ты полюби, попроси. Я ему за столом говорил, перед тем, как вот у него потеряется. Полюби. Потому что пастырь – это одна из главных специальностей человека, который был в раю ещё. Пасти жену. Он сказал, не прикасайся. Далее. Ну, видимо, Авель. Чем занимается? Скотоводством. Так это была своя скотина. А тут чужая. Чужой нету. Тебе доверили, это твоя. А вот у вас чужие дети в лагере. У меня чужих не было детей. Это мои дети. Я с ними занимаюсь 45 лет. Это ни день, ни два. И разные они. Тут болеют. Я сразу решить начинаю. И как, ну, просто там, мёд с берёзовкой, ничего не прикасаясь к нему. У нас было это строго. Вот там обвиняют. Глеб Грозовской сидит. 14 лет намолотили ему за что-то. Я молюсь за него. Но у нас этого не было. Никогда обвинений не было. Какие-то отношения мальчики и девочки. Тем более воспитатели. Вот кельи-то, где находятся домики. Так напротив их, где девочки. Мальчики не имеют права даже проходить мимо. В игре пальцем не прикоснись один к другому. Ну, и обвинений не было в этом плане. Ну, так. Сумасшедший кто-нибудь брякнет где-нибудь. Ну, везде там есть девочка одна пишет беспризорная. Как только дети засыпают, меня за ногу тащат. Я уже вылажу, знаю. Воспитатель к себе повёл на ночь. Тешится. Господь нас хранит. Имеем страх Божий. Вот здесь эти рассуждения. Каждый день подправляем чужих. Нету. А что у меня общего с ним? Ну, с таким-то. Всеобщее он зато вот говорит. И земля, и вода, и свет, воздух, солнце, звёзды. Это общее всё. От Игоряч ничего нету. Тем более у верующих. Господь Христос, Спаситель, умерший за нас. Вот у нас, у меня вчера не было времени. А тут ещё письмо пришло с мамонтовской администрации. Там депутат за нас ходатайствует. Закон-то писали. Вот там свинарники можно приватизировать, строить землю, приватизировать. Ну, и другое там что? Можно. А музей, детский лагерь нет. Да ему никто не подсказал, кто закон-то составлял. Сидел городской человек. И на это хотя бы, и так далее хотя бы написали. А вот ИТД. Три буквы, и у нас бы вопрос был снят. Нет этих трёх букв. Теперь опять надо переводить, проводить это где-то в Думе или где добавлять. Да такого лагеря не было. Лагерь, комплекс, сказать. Музей, комплекс для бедных лагерей. Он единственный такой, может, во всём мире, за всю историю. И показать не могли. Ну, вот в буквы упираются. А в Божьей Западе подряд все попирают. Убивает каждый, как Герман Стерлигов говорит, по 20 тысяч детей. Раньше было по 18. Страна исчезает, пожирает сама себя. Всё по закону. Это всё законно. Что пенсия там какая будет. 5 тысяч, 7 тысяч. Это у меня пенсия теперь. А у депутата 200 тысяч. Нормально, нормально. Что получают они миллионы. Миллионы и делаются миллиардерами. Нормально. Ну, как нормально, когда один умирает от голода. Это явно дело перед катастрофой. Особенно вот этот пенсионный возраст. Я попутно сказать. Это государство изжило себя. Его никто не будет защищать. Много нареканий и в сторону руководства страны. Полиция оборотней. Судьи оборотней. Прокуроры оборотней. Прямо считаешь, что ещё вся страна оборотней. Я беру её из этого. Там прокурор области застрелился. Ну, то есть, нахватал-хватал, подавился и всё. Ну, и подряд там самоубийством. Не надо никаких китайцев, кто на нас нападать будет. Уже истребление идёт полным ходом. И люди митингуют, говорят. И коммунистам только-только волна идёт к власти прийти. Ну, Бог милует, пока нет их в власти. Вот у нас с этим. На навозной куче. Навозная куча. Что, кто строит на ней будет? Нет. Ну, а строит где-то? Нигде в мире не строит на навозной куче. Там всё провалится. Это ещё при колхозном строе. Рядом фермы, коровники. И от них бульдозером стаскивали в одно место. И вот огромная-огромная куча. И мы на ней там прилепились и разровняли. Сколько лет? 45 лет было сейчас. Уничтожить. Ну, а уничтожили дальше-то что? Лучше стало? Нет. Зачем? А пункт, говорит, самовольный заход. Какой пункт? По какому правилу? Какие правила-то вы написали? Они пришли позже. Там уже всё у нас построено было. А что там? Игральный зал, столовая. Ну, всё это под открытым небом. Может, только шифером накрыто, и всё. Где спать-то? Сами же называли курятники. Курятники. Вот окна. Высота окна, допустим, 15 сантиметров или 20. Ну, какое это окно? Как там жить-то? Ну, только переночевать от непогоды. Убрать. То есть, был бы человек, говорит, а статья найдётся. Или наоборот. Статью придумали. Безумие такое. И ничего не можем сделать. Никак. Только молиться. Что Бог остановил это безумие. Это вчерашний день только был. А вот вы приватизируете. А мы пишем, они не дают. Вот у меня был суд как-то. Пруд сделали. Запрудили. А директор ночью прислал. Мульдозер. Они его распрудили и всю воду выпустили. И заблокировали. Не проехать ничего. Никак. Всё. Вода-то прорвала. Дальше там глубина такая метров пять. И ширина метров, наверное, шесть. Ну, невозможно. Мы через прокуратуру. Был тогда и прокурор края Параскун Юрий Фёдорович. Генерал-лейтенант. Хорошие отношения были. Ну, и приехала комиссия во главе с главой Мамонтовского района. Метелёв Пётр Фёдорович. Так он когда увидал, что это распрудили. Дорогу перекрыли. Нас заблокировали. Он не выдержал. Заматерился. Да простите. Что ж творится-то? Ну, подали в суд. Они до суда ещё всё дали. Обещание директор Мануйлов Анатолий Сергеевич. Вот. Он в школе учился. На класс ниже. Я девятом. Он в восьмом. И вот далее дал с подписью на бланке печати. Там или какой там как бланк. Корченского совхоза. Сейчас зимой никак. Всё мороженое. Земля растает. И мы это сделаем. Ну, поверили все. А это коммунисты. Ну, нужды нету. Нету. Суд подали. А нет, судя за них. Может быть, подмазал чем. Вот. А у вас документ есть, что эту платину делали? А платину делали 180 лет назад. Я говорю, я был на кладбище. Спрашивал. Молчат. Чего они молчат, не знаю. И всё. И так всё сошло. И за свой счёт опять нанимаем. Там пришлось уже платить ни два, ни три рубля. За каждый час бульдозера полторы тысячи. Учитывая, что деревня с нуля. Дороги за свой счёт. Да дороги вообще не строятся за свой счёт. Это государство строит. Она не квадратного метра. Ямы, колдобоины. Там засыпать. Бульдозер сами нанимали, платили. Я за два года вложил туда больше миллиона. Вот. Находятся люди, спонсоры. Благодетели. Добрые люди. И вот это вчера письмо-то пришло. Депутат. Там один. Ходотайствует за нас, чтобы как. А ещё ходотайствует закон. Не положено. Вот свинарники, телятники. Можно. Там написано. А для детей лагерь. Да зачем они, дети-то, нужны? Их есть, пока не едят. Это не ворованные китайцами, где они ответили. На органы детей воруют. А куда девайте? Остальное съедаем. Ну, съедают или нет, но так в интернете показано. Не знаю. Детей и здесь. Ну, и вот так вот. День-то и прошёл. Таких событий мировых нет. А тут другое. Я к батюшке поехал. Говорю, ну, ходотайствуйте-то. Я уезжаю теперь. Всё уже через месяц. Кто-то сделал так. Переделали карту. Вот где Потеряевка, тут у них по плану государственная. Идёт железная дорога. Но её нет железной дороги. Она дальше. Два километра. Э, это два километра пашни. А теперь получается, что у Игоря Барабаша эта пашня с той стороны железной дороги, от Кадникова. Но этого же нету. Нету тогда. Заказывайте, вам переделают там 100 тысяч или 200 тысяч за этот проект. Игорь говорит, у меня таких денег нету, 100 тысяч. Ну, это-то уже безумием нельзя назвать. Там нарисовали, сидят. И там думают, ну, как ещё сидеть, что выжить? Как этому Чубайсу там или кому-то, чтобы перепадало? И нарисовали железную дорогу. Сместили. Сместили на два километра. Нарисовали. А теперь идём. А никак нельзя. А как вы тут живёте-то? Почему? Тут же железная дорога идёт. Ну, вы же видите, безумие. Нету железной дороги. Вон она в стороне идёт. Барнаул, Кулонда. Э, нет. Так не бывает. Надо заказывать. А заказывать вы должны. Там же сидят умные люди. Где Абрам, там и Сара у них будет пристроена. Вот так понимают в народе. Ну, и ещё дальше. Сколько не обращались, никак заказывайте, переделают это землеустройство. Ну, что переделают, когда они... Поезда идут, составы идут вон они где, два километра. Нет, они идут прямо по деревне, по улице. Видимо, пояс разделил нас пополам. То есть, а где такое было когда-то? Ну, как это было? Это страна дураков, страна безумцев, страна людей, прописанных в аду. Вот это я что рассказываю, батюшка и Сара домишка? Ну, не может быть. Ну, вот так. Заказывайте вам план сделать. Тогда железную дорогу отодвинем от вас на два километра. Не железную, а на бумажке он линию проведёт. И сто тысяч в кармане. Ой-ой-ой. Это мы живём какое-то страшное время. Это при коммунистах. Этого не было. Там, понятно, надо убить, расстрелять. Но дома не ломали. А сейчас готовые дома с мебелью всё разрушают. И тут же продают другому, а другой строят. Как это так? Это наши люди, свои, друг друга. Нигде этого нет. В какой стране у мусульман? В Китае? Наоборот, там сейчас, у кого если 750 долларов в месяц нету, всё освободить от подоходного налога. В Китае приняли. Там ликуют люди, радуются. Здесь подряд всё, плати, плати. Но такой день-то прошёл. Это вчера всё было. На этом пока всё.